Ну вот, мы взяли, сняли машину на прокат в Амстердаме и решили доехать до города Брюсселя. Мы решили по дороге заехать в Гаагу. Загружаем все свои вещи и поехали! Продолжая свое европутешествие, мы решили поехать в Брюссель, в Бельгию. Для этой цели мы сняли машину в Амстердаме и отправились в путь. В ходе Амстердама и Брюссель находятся в разных странах, дорога от одного города до другого занимает всего два часа. И по дороге мы решили заехать в прекрасный город Гаага. Гаага – это небольшая архитектурная и историческая жемчужина Нидерландов, которая уютно расположилась на морском побережье. Итак, мы взяли в Амстердаме машину на прокат, мы продолжаем наше путешествие по Европе. И мы решили поехать в город Брюссель. Брюссель находится всего два часа от Амстердама, да? Хотя это и другая страна, да, Бельгия. Но Европа такая маленькая, что от столицы одной страны до столицы другой страны всего два часа пути. Да, это очень здорово, потому что у нас есть такая возможность, у нас всего пару дней осталось до уезда, до нашего полёта в Ванкувер. И мы едем сейчас по такому маршруту. Мы решили заехать сначала в Гаагу, это всего 30 минут от Амстердама. И сейчас мы находимся в центре этого города. Этот город прежде всего известен своими парламентскими зданиями и зданием суда, да? Ну да, вы слышали Гаагский суд, да, споры разрешаются. Часто в новостях можно услышать сочетание Гаагский суд. То есть этот суд находится здесь, в этом маленьком городке Гаага, в Нидерландах. Да, а мы сюда приехали посмотреть исторический центр. И вот сейчас мы находимся на месте здания парламента. Комплекс зданий, где находится парламент Нидерландов, называется Биненхоф. Здесь также находится резиденция премьер-министра. По виду этих зданий сложно сказать, но на самом деле история этого комплекса восходит к 11 веку. Именно здесь, на этом месте, и образовалась Гаага. В целом, это место со своей архитектурой и подзолоченными фонтанами оставили положительное впечатление на нас. За стенами этого комплекса находится вот такой уютный прудик, что добавляет такого очарования этому маленькому европейскому местечку. Интересно, как в Гааге совмещаются исторический центр и современные здания, да, почти небоскребы, современные бизнес-центры. Если вот увидите за мной, давайте я немножко приближу, сзади там находятся бизнес-центры, да, а вот здесь вот историческая часть. В принципе, одно другому не мешает, смотрится достаточно гармонично. А сзади меня находится дворец Нордэйм-Дэ. Это один из трех дворцов, которые находятся в распоряжении королевской семьи. И с 2013 года это является рабочим дворцом короля Вильяма Александра. То есть с 2013 года это является его рабочим дворцом. Вот такая вот история. Более всего в Нидерландах, как я уже сказал, три дворца, принадлежащих королевской семье. Как и в Амстердаме, здесь очень много велосипедистов и много припаркованных велосипедов можно увидеть. Но нам Гаага пока понравилась гораздо больше, чем Амстердам. Просто это более спокойный город, он более такой же... Он как бы тоже оживленный, в нем есть своя прелесть, в нем тоже есть много кафешек на улице, где можно посидеть. Ну вот. Он более спокойный, он очень спокойный. То есть здесь нет такого вот туристического аврала, который происходит в Амстердаме. Да. Да, и такого, как бы, не знаю, суеты. Никто не дорогоется, нет такой суеты, да. Вот, посмотрите, сколько велосипедов, да. Это как бы в Нидерландах, это везде. Вот, в общем, на нас Гаага производит очень хорошее впечатление. И, как и везде в Европе, маленькие городки, как правило, выглядят гораздо лучше, чем большие столицы. И действительно, Гаага создает очень приятные впечатления такого уютного городка, который не сильно большой и не сильно маленький. К тому же, очарование этому городку придает прекрасное морское побережье с огромным пляжем, на который съезжаются даже люди из Амстердама. Туристы, в первую очередь, едут за архитектурой и историей этого города. Здесь находится множество типичных для Голландии зданий 17 века в стиле Ренессанс и барокко. Отдельного внимания заслуживают художественные музеи Гаага. Здесь собраны работы художников и архитекторов мирового масштаба, такие как Моне и Пикассо. В городе тут и там разбросаны симпатичные кафе и ресторанчики. Помимо ценности архитектурно-исторической, Гаага несет в себе ценность экономическую. Это современный бизнес-центр, в котором находятся офисы многих крупных компаний. Ну а местные шоппинг-молы оставили неравнодушным даже такого противника шоппинга, как я. Вообще, Гаага – это тот город, в котором хочется остаться жить. Если бы мы, конечно, и так не жили в самом лучшем городе планете – Ванкувере. Ну а вот и главная знаменитость Гааги – это Гаагский суд или Дворец мира. Сзади меня находится знаменитый Дворец мира в Гааге. Именно здесь находится тот самый знаменитый Международный суд ООН. Около Дворца на всех языках мира написано слово «мир». И вот, в том числе, мы нашли мир на русском языке. Ну что, пошли дальше? Пошли. Как бы нехорошо было в Гааге, к сожалению, время не ждет, и нам пора ехать в Бельгию. Вот, так что загружаем все свои вещи и... Поехали! Дороги и инфраструктура в Нидерландах также производят очень приятные впечатления. Посмотрите на вот эти ветра-генераторы. Их расставлено по дороге достаточно большое количество. А на этом участке пути происходит что-то удивительное. Вы успели заметить? Нет? Давайте посмотрим еще раз. Вот. Именно здесь происходит пересечение границ Нидерландов и Бельгии. Эх, если бы все границы на свете пересекались настолько просто. А вот и Брюссель. Он сразу встретил нас со своей основной достопримечательностью – атомиумом. Он был построен в 1958 году как символ атомного века и мирного использования атома. Итак, мы прибыли в Брюссель. И первое, что мы здесь делаем, это мы решили позавтракать в рекомендованной, как это сказать, кафе, да? Ну, это кафе, в котором очень вкусные бранчи. И называется оно PX47. Ну вот, сейчас попробуем, насколько здесь вкусные бранчи. Здесь уже в 10 утра очередь, поэтому, надеемся, мы туда пойдем. Да. Один минус этого кафе, что, смотрите, здесь уже стоит очередь. Кафе называется PX47. Вот. Ну что же, попробуем постоять в этой очереди и дождаться. После того, как мы подкрепились, настало время исследовать Брюссель. Бельгия – это страна контрастов. Это достаточно молодая страна, которая получила свою независимость в 1830 году. До этого территория Бельгии принадлежала другим европейским государствам, таким как Испания, Франция и Нидерланды. Соответственно, в Бельгии существует контраст архитектуры. Здесь вы можете найти влияние и Франции, и Нидерландов, и Германии. Как и языки в Бельгии. Здесь существует три официальных языка. Это французский, нидерландский и немецкий язык. Контраст Бельгии и, в частности, Брюсселя заключается еще в том, что при наличии роскошной, красивой архитектуры, улицы города выглядят немножко беднее и грязнее, чем в тех же Гааге и Амстердаме. Но вот что Брюсселью не занимать, так это действительно роскошной архитектуры. Архитектура Брюсселя действительно вызывает восторг. Смешение архитектурных стилей разных стран добавляет своей уникальности этому городу. Как я уже говорил, свой вклад в архитектуру Брюсселя вложили такие страны, как Франция, Германия, Нидерланды и Испания. Благодаря этому городской пейзаж разнообразный и совершенно не скучный. Мы сейчас находимся около здания Бурж де Брюссель. Как это переводится? Ну, это музей, здание музея Брюсселя. И нам очень повезло, как раз мы попали на такой фестиваль. Вот, посмотрите, сзади нас экспозиции, сделанные из камней, песка и цветов. Фестиваль ковера цветов проводится в Брюсселе, начиная с 71-го года прошлого века. Во время фестиваля главная площадь Брюсселя Гранд Палас на несколько дней превращается в ковер из цветов. Также можно найти цветочные композиции в других местах Брюсселя. Мы находимся на основной площади Брюсселя. Здесь очень офигенно, очень красивые здания. Мы даже не ожидали, на самом деле, потому что в Амстердаме, когда мы были на главной площади, она нам как-то вообще нас не впечатлила. А сюда, когда приходишь, здесь всё так здорово подреставрировано, очень много золота, очень много красивых, красивой отделки на зданиях. Да, эта площадь, конечно, очень впечатляет. Посмотрите, вот давайте я покажу вот здесь, сколько всего резного, да, сколько лепки всякой, сколько цветов, да, как Влада сказала. Очень много мелких деталей, и это очень здорово. Посмотрите, да, позолоты сколько много. Вот, очень красиво, классно, мы, нам очень нравится. И вот здесь на главной площади тоже проходит вот этот фестиваль цветов. Сейчас попробуем его снять. Мы стоим в очередь на обзорную площадку, с которой можно будет посмотреть на цветочный ковер, да. То есть сейчас фестиваль, который проходит, называется «Цветочный ковер 2018». Насколько я понимаю, смотрите, какая очередь. Вот эта очередь на саму площадку, эта очередь, которую мы уже отстояли, наверное, минут сорок, да, если не час. Вот, постепенно подходим. Но на самом деле надо сказать, что само стояние в очереди – это не такая уж скучная вещь. Посмотрите, сзади нас какая комната, тоже такие статуи, вот эта комната деревянная. Мы прошли несколько гобеленов, мы прошли несколько картин. То есть 40 минут нельзя сказать, что мы провели зря. Красота Брюссель, конечно, очень сильно впечатляет. Да, вообще очень-очень красиво, и нам повезло этот ковер увидеть сверху. Да, вид отсюда потрясающий просто. Видно всё площадь, видно, как много здесь сегодня народа, потому что это действительно один из таких популярных очень фестивалей здесь. Да. И особенно это очень здорово попасть сюда после того, как ты сорок минут расстаял в очереди. В следующий раз покупайте билеты заранее. На самом деле сегодня 17 августа, да, а 16 августа этот фестиваль был подготовлен. То есть молодцы бельгийцы постарались к нашему приезду. Двое в Каное, они услышали, что мы приезжаем, и выслали такой ковер. Молодцы! Здесь, в Бельгии, можно часто встретить в Садуе Жан-Кот Бандамо. Ну, как вы все знаете, он родился в Бельгии, да, то есть это местный герой, и... И вот самая интересная первая статуя, которую мы увидели, это именно Кан-Кот Бандамо. Да. То есть это как будто самый выдающийся человек в Бельгии. Вот, ну, очень интересно, очень классно. Ну, насчёт того, что часто можно встретить эту статую, я, конечно, немножко приврал, статуя всего лишь одна в Брюсселе. Она была торжественно открыта в 2012 году. Люди сами выбирали, кого увековечить в памятнике на этом месте, и победил Жан-Кот Бандамо. Ну, судя по его фильмам, он всегда побеждает. Вот в таком уютном районе мы сегодня ночевали в Брюсселе. Да, здесь очень приятно, потому что здесь в основном дуплексы, таунхаусы по-нашему, вот. И здесь достаточно красиво, красивое, спокойное место, спать было замечательно, вот. И в то же время можно увидеть, как обычные люди живут в городе, что они делают по утрам и по выходным. Да. Мы здесь опять, вы знаете, что мы любители сервиса Airbnb, мы сняли здесь очень удобный дуплекс, вот. И замечательно провели здесь время, пожив с соседями бельгийцами. Да, это очень интересно, потому что здесь этот район очень франкофонный, здесь все, естественно, говорят на французском. Попрактиковали свой французский язык. Да, у нас даже была такая возможность, когда мы ходили в местный торговый центр и покупали продукты на ночь. Да, и когда ходили в пиццерии, тоже все на французском. Да, очень интересно. И, да, очень обрадовались то, что французский мы еще не забыли. Окончательно, да. Да. Гуляя по Брюсселю, случайно наткнулись на русскую надпись. Европейское искусство и живопись. Вот. Ну, я так думаю, что вот здесь вот еще написано то же самое на французском. На немецком. На немецком и на французском, да. Вот. Очень интересно найти надпись на русском. Бельгия известна своими комиксами. Вы наверняка уже об этом знаете. Мы дошли к такого чудесного магазинчика, галереи, где можно увидеть такие крутые комиксы и всякие. Да, то есть здесь были созданы такие комиксы, как Тин-Тин, Смурфики и вот такие персонажи. Я не знаю, что это за комикс. Если кто знает, напишите. Ну, такие вот персонажи есть. Да, очень прикольно. Вот такие машинки можно встретить на улицах Брюсселя. На этом наше путешествие по Брюсселю подходит к концу и нам пора выдвигаться. Следующий наш пушпункт назначения это Амстердам. И из Амстердама мы уже вылетаем домой в Ванкувер. Так что... Поехали. Поехали. Подводя итог нашему путешествию, хочется сказать, что нас впечатлили все города, где мы были. Каждый по-своему. Мы, как обычно, не готовились к поездке и не знали, чего ожидать. И были приятно удивлены. Брюссель приятно удивил нас своей потрясающей архитектурой. Гага поразила своим уютом и чистотой. В каждом из этих городов есть много всего интересного. Если вы любите исследовать города с богатой культурой и историей, вам определенно здесь понравится. Сзади меня находится знаменитый дворец мира. мира, сзади меня находится ГААГС, сзади меня находится знаменитый дворец мира в ГААГЕ, а иногда со второй папой это лучше.